Сегодня ночью в домах восьми садоводств погас свет. Жители подумали, что произошла коммунальная авария. На утро выяснилось, что повреждены линии электропередач. Ранним утром садоводы сами вышли в лес и начали обследовать линию, искать поломку. Вдоль Саватеевского тракта дачники обнаружили три поврежденные электроопоры. О происшествии тут же сообщили в полицию. Оперативники изучили место преступления. Спилены три столба. Пилена ножовкой, пилена умышленно. Подозрений пока нет. В нашем садоводстве 350 участков и очень много людей, которые проживают постоянно. Поэтому у них холодильники, электрооборудование, ничем не могут ничего делать. Саянские зори – ближайшее из пострадавших садоводств. Многие дачники уже вернулись в город. Но есть и те, для кого сезон еще не окончен. Ну, холодильник оттаивает. Что еще сказать? Ну, дело в том, что телефонный я приехала с города. Сейчас телефонный самый разрядится. И что делать? Ольга Викторовна переживает, что родные не смогут до нее дозвониться. А еще за продукты, которые могут испортиться. В такой же ситуации оказались сотни семей. Какой-то вандализм, честное слово. 39-ю опору, которую первую обнаружили, мы ее восстановили. Мы ее на опасно повыше поставили. Все это там полтора метра, где-то метра 20 было отпилено. Мы ее смогли общими силами все поставили. А когда та опора спилена, это вообще не подлежит восстановлению. Это нужно технику вызывать, нужно специалистов вызывать. И вот эта 68-я опора, опора вообще валяется на траве. Мы не знаем даже, что делать. В обл. Коммунэнерго пояснили, что электросети садоводств – это частная линия, которая сегодня находится на балансе СНТ-подсочка. Обслуживание также лежит на плечах самих дачников. Полиция обещает найти и наказать злоумышленников. А вот восстанавливать лэп, к сожалению, придется самим пострадавшим. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. Местное время. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...